Приветствую вас, друзья мои! Когда мы говорим о Трастевери, мы сразу же думаем о средневековом районе, одном из самых душевных районов Рима. Трастевери был популярным местом с древних времен. Здесь, за рекой Затибром, Трастевери с итальянского языка переводится как Затиберье, находились дома рыбаков, а по другую сторону реки был Рим императора Августа. Трастевери был многонациональным районом, и в этом же районе возникла первая еврейская община. Чуть позже я покажу вам, что осталось от первой синагоги. Сегодня я приглашаю вас еще раз прогуляться по району Трастевери, чтобы ощутить его средневековый дух. Здесь находятся узкие улицы и переулки, а фасады домов усеяны древними кусочками и осколками, которые были найдены при раскопках. Они рассказывают нам о их прошлом. Наша прогулка по средневековому Трастевери сегодня сосредоточена в, пожалуй, менее посещаемой части этого района. Ну что, начнем наше путешествие в прошлое? На Веа де Монтефьори стоит вот такой старинный дом. Он отличается от других домов по высоте. Как будто все, что было построено рядом, было построено намного позже, чем этот дом. Лестница, ведущая к двери. Много зелени. Очень атмосферный уголок. Кстати, здесь получаются очень красивые фотографии. Берите на заметку это место. Напротив этого дома находятся остатки Древнего Рима. Основание этого сооружения находится глубоко под землей, где-то на 8 метров ниже уровня улицы. Узкие переулки выходят на небольшие площади между магазинами и тавернами. Они оживляют уголки Трастевери. Я подошла к средневековой арке и башне Толомеи. Арка низкая. Кто-то рассказывал, что в 12 веке для строительства этой арки было выделено мало кирпичей. И поэтому из-за нехватки строительного материала арка получилась низкая. Так что здесь под этой аркой могли проходить только женщины с большими и малыми кувшинами на голове. Арка является частью комплекса, в который также входит одноименная башня справа. Первоначально эта башня принадлежала другой семье, а затем перешла к семье Толомеи. Толомеи были влиятельной семьей сиенских купцов. Им пришлось бежать из сиены после каких-то бурных событий. И уже в конце XIV века семья полностью переехала в Рим и заселилась в один район. Район Толомеев был назван главой сената города. Сегодня башня, конечно, стала намного ниже, чем была в то время. Но в целом комплекс сохранил облик средневековой архитектуры. А фамильный герб до сих пор выделяется на фасаде. Чтобы отыскать сохранившиеся средневековые постройки, необходимо пройти не одну улицу. И нужно внимательно рассматривать здание. Дом семьи Матеи. Он был построен в XIV веке. В XV веке его расширили. Этот дом принадлежал той же семье Матеи, которая потом переехала на площадь Матеи, где находится фонтан Черепах. Семья Матеи была одной из самых влиятельных семей в истории Рима. Уже в 1271 году они охраняли мосты и отвечали за порядок в городе. Этот дом отличается от многих домов, которые находятся по соседству. Он бросается в глаза своим необычным фасадом, разными окнами и древней кладкой. Со временем в доме Матеи менялись собственники. В 1870 году, согласно источникам того времени, здесь была открыта гостиница. Место, скажем так, для развлечений. На этой же площади, где находится дом Матеи, есть здание, которое выглядит просто замечательно для своих лет. Это небольшая церковь. Она расположена между зданиями XVII века. Церковь была построена в 543 году на доме древней и знатной римской семьи, который принадлежал Бенедикту. И по сей день здесь сохранились некоторые архитектурные и декоративные элементы, которые украшали церковь VI века. Церковь долгое время была заброшена, а приобрела такой вид после двух крупных реставраций в XIX веке. После чего фасад церкви уже больше не напоминает нам средневековую церковь. Хотя, если присмотреться, то колокольня практически не изменилась. Внутри нее находится самый маленький и самый старый колокол в городе. Он датируется 1069 годом. Но когда мы внутри церкви, мы словно переносимся в прошлое. Деревянный потолок. Великолепный пол в стиле космотеско. В обсиде и вдоль боковых стен можно увидеть остатки фресок, которые являются частью декора XIII века. Мы находимся в районе, в узких улочках которого можно легко заблудиться. Но каждая улочка здесь прекрасна. Дома, убитые плющом. Так и хочется найти и рассмотреть еще хотя бы парочку средневековых домиков. Мы находимся сейчас в переулке Атлета. Он получил свое название от одной из самых ярких археологических находок XIX века. Это был Атлет. Сейчас статуя пополнила коллекцию античных скульптур в музеях Ватикана. Раньше эта улица называлась Виа-де-Ле-Пальмы. Эти деревья росли здесь, потому что здесь находилась самая первая еврейская община. Считается, что синагога находилась там, где сегодня мы видим красивое средневековое здание с лоджией. Там вырезаны символы на иврите. Синагога была построена в XI или XII веке, а в XIII веке ее уничтожил пожар. Синагога была построена в XI. Мы подошли с вами в ту часть района Трастевери, в которую редко доходят туристы. Но здесь находятся самые красивые и важные церкви Рима. У церквей не только богатая история, но и украшают их художественные сокровища. Перед нами базилика Санта-Чичилия. Святая Чичилия – это святая мученица III века. Ее считают покровительницей музыки. По легенде, Чичилия родилась в знатной римской семье. С детства она дала себе обет целомудрия. Но родители заставили ее выйти замуж за язычника Валериана. Чичилию удалось отговорить своего мужа от супружеской жизни, и она смогла обратить его в свою веру. Потом обратился в христианство и брат Валериана. Вместе они стали помогать бедным. Такую активную деятельность молодых христиан быстро заметили и вызвали их на допрос. Им приказали принести жертву языческим богам. Они отказались это делать и были казнены. Мужчин казнили, а Чичилию бросили в раскаленную баню и решили умертвить ее удушением. После трех дней нахождения в бане девушка осталась жива. Тогда решили ей отрубить голову. Палач нанес ей три удара мечом, но она опять осталась жива. А наносить четвертый удар было запрещено законом. У девушки на шее остались глубокие порезы. Святая Чичилия прожила еще несколько дней и умерла, истекая кровью. Ее похоронили в катакомбах святого Калиста. Считается, что первая церковь была построена на месте Дома мученичества святой Чичилии в V веке. Строительство нынешней церкви было начато в 821 году при папе Пасхалии I. Он решил перенести мощи из катакомб, чтобы защитить их от мародеров. Но местонахождение мощей святой в катакомбах к тому времени уже было забыто. По легенде, святая Чичилия явилась во сне Пасхалию I. И указала на место ее захоронения. После этого мощи святой были найдены и перенесены в церковь. В этот же период Пасхалий I заказал мозаику для апсиды нового храма. В центре мы видим Иисуса. По бокам от него слева святой Павел, справа святой Петр. Рядом со святым Павлом стоит святая Чичилия. Она положила руку на плечо папе Пасхалию I. У него квадратный нимф. Это говорит о том, что мозаика была сделана при его жизни. В руках он держит макет этой церкви. Рядом со святым Петром стоит муж Чичилии, валерьян. Рядом с ним святая Агата, покровительница монастыря, который находится рядом. В 1599 году, накануне юбилейного года, гробница Чичилии была вскрыта. И все были так удивлены, что тело святой было в идеальном состоянии. Нетленные мощи демонстрировали публике более месяца. А скульптор Стефано Модерно создал скульптуру, которую вы видите. Она находится у подножья алтаря. Если хорошо присмотреться, то можно рассмотреть даже порезы на шее. Потолок центрального нефа украшает прекрасная фреска. Она была выполнена Себастьяном Конго в первой половине XVIII века. Мы видим коронацию святой Чичилии, а также мы видим и музыкальный инструмент, ведь Чичилия была покровительницей музыки. Слева от входа в церкви есть дверь. Заплатив 2,5 евро, можно спуститься в подземелье. В подземелье Рима скрывают много интересного. Античные храмы, инсулы, виллы. Одним словом, всегда найдется то, на что стоит обратить внимание. Конечно, для съемок темновато, и сложно передать атмосферу, сохранившуюся здесь. Но поверьте, сюда обязательно нужно спуститься. В XIX веке при археологических раскопках было найдено много интересного. Например, дом, относящийся к республиканскому периоду, а также следы перепланировок зданий II, III и IV веков. На полу мы видим хорошо сохранившуюся черно-белую мозаику. В одной из комнат в полу находятся семь углублений. Предполагают, что такие помещения в Древнем Риме предназначались для обработки кожи, и здесь находился целый цех. Здесь же в подземелье находится небольшая крипта. Она расположена прямо под главным алтарем. Очень красивая крипта. Великолепная мозаика, разноцветный мрамор. А самое главное, здесь находится саркофаг Чичилии – главная реликвия храма. Продолжение следует... При выходе из базилики есть еще одна неприметная дверь. Там сохранилась одна из самых известных работ Пьетро Кавалини – фреска «Страшный суд». Она датируется 1293 годом. Если будете гулять в районе Трастевери утром, то я советую вам зайти туда. Посмотреть фреску можно с 10 до 12-30. В центре дворика находится фонтан, состоящий из чаши квадратной формы. А в центре фонтана находится раннехристианская амфора. В древние времена вода, стекающая с амфоры, предназначалась для омывания верующих. На площади Санта-Чичилия находится дом Эттери Фьеромоски. Здание, построенное во второй половине XIII века, было недавно отреставрировано. Но оно сохранило свой первоначальный вид. Мы видим кирпичные стены, колонны, поддерживающие арки. Там, где находятся зубцы, видимо, раньше была высокая башня. Ведь в то время у каждой аристократической семьи были башни. Очень интересный дом. Он сохранил свой средневековый облик. Мы плавно перешли с площади Санта-Чичилия на рыночную площадь средних веков Пьяцеда и Мерканти. В прошлом это был один из торговых центров Рима, так как рядом находился Тибор, по которому доставляли товар в Рим. В средние века на этой площади проходила торговля. Несмотря на преобразование района в XVI и XVII веках, когда большая часть средневековых зданий была снесена, чтобы освободить место для строительства новых зданий, с одной стороны, все-таки удалось сохранить неповторимое очарование прошлого. Сейчас здесь на площади находятся две таверны. Меню всегда очень простое, готовят по-домашнему и вкусно. Если вам посчастливится пообедать в Астерея де Мерканти, интерьер таверны вас удивит. Там атмосфера средневековья. Если спросить у тех, кто не один раз был в Риме, знают ли они про церковь Санта-Мария-дель-Орто, то уверена, что 90% скажут, что даже не слышали о ней. Церковь Санта-Мария-дель-Орто не включена в список туристических мест, которые обычно советуют посетить. Дело в том, что эта церковь расположена в самом сердце Трастевери и отрезана от всех основных маршрутов. Церковь была построена не по воле Папы, и владельцы ее часовин не являются членами семей римской знати. Церковь Санта-Мария-дель-Орто – это церковь рабочих людей Трастевери. Ну а сейчас я расскажу вам историю строительства церкви. В 15 веке территория, на которой сегодня стоит церковь, была заполнена полями и огородами. Отсюда и название церкви – церковь Святой Марии в саду. По преданию, в конце 15 века тяжело больной христианин останавливался каждый день перед изображением Мадонны, которая находилась у забора его огорода. Он молился и просил об исцелении. И дал обет Пресвятой Богородице. Если чудо исцеления произойдет, он построит часовню, чтобы отметить это событие. Чудо произошло. Была построена часовня, и туда стали приходить другие фермеры. Часовня и образ Мадонны были популярны среди жителей Трастевери. И через некоторое время было решено возвести на этом месте церковь. Но для строительства церкви, конечно же, нужны были деньги. Рабочие, фермеры и ремесленники объединились в братства, или, точнее сказать, в университеты. Этот термин происходит от латинского слова. Он означает объединение всех тех, кто занимается той или иной деятельностью. Было создано 13 университетов торговой ассоциации. Туда входили садовники, огородники, мельники, виноделы, пиццаелы, сапожники и рабочие. Университеты официально были признаны в 1492 году Папой Александром VI, и их деятельность продолжается по сей день. Университеты заботятся о церкви Санта-Мария-дель-Орто. Мы находимся в районе Трастевери, где неподалеку, как я уже говорила, находился большой речной порт города. Поэтому можно представить, какой в то время был оживленный район. Район был густо заселен. В основном здесь жили ремесленники, фермеры, рабочие, и этот район являлся важным торговым центром. Все товары, предназначенные для города, выгружались в порту Рипа-Гранде. В основном это были продукты питания, которыми снабжались магазины по всему Риму, а также сюда привозили овощи и фрукты со всего района Трастевери. Это был так называемый оптовый рынок, и он находился вот на этой площади, которая до сих пор сохранила средневековую атмосферу. Эти университеты взяли на себя расходы по строительству и украшению церкви. Каждую картину, лепнину, каждое украшение, каждый уголок церкви можно легко проследить, какой из университетов спонсировал его. Повсюду есть надписи. Очень ярко украшен пол. Название университета часто сопровождается символом. Даже те, кто не умел читать, мог понять, кто взял на себя расходы по строительству того или иного места. Церковь выглядит роскошно. И когда бы вы туда не зашли, она всегда очень хорошо освещена. И при таком освещении можно рассмотреть даже самые мелкие ее украшения. Университеты, по сути, соревновались между собой в украшении церкви. Каждый из университетов самостоятельно оплачивал работу мастерам и роскошные украшения. Университеты получали деньги благодаря пожертвованиям. Все, что мы видим в церкви, является плодом труда простого народа. Церковь Санта-Мария-дель-Орто считается народной церковью. Римская знать, наверное, раньше думала, что у простого народа нет вкуса. И это было, как видите, ошибочное мнение. Церковь великолепная! Дорогие друзья, сегодня мы прогулялись с вами по той части района Трастевери, в которую редко доходят туристы. Но я очень люблю эту часть района и часто гуляю здесь с моими туристами. Ну а тех, кто самостоятельно прокладывает маршрут по Риму, здесь можно увидеть очень редко. Так что, когда будете планировать поездку в Рим, пишите мне на почту, я покажу вам самые красивые и атмосферные места Рима. Передаю привет всем, кто гулял со мной по Риму и до сих пор продолжает смотреть мои видео. Наши экскурсии продолжаются. На этом я буду прощаться с вами. Ставьте пальчики вверх, если видео вам понравилось. Делитесь им с друзьями. И до новых видео, друзья! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!